Врачи выяснили, что именно сокращает жизнь казахстанцев. Речь идет даже не о вредных привычках, а скорее о гастрономических предпочтениях. Ученые доказали, что люди, рацион которых состоит в основном из мяса, живут меньше. Наши корреспонденты попытались выяснить, как пересмотреть свое меню, чтобы жить долго и счастливо. Колбасы, жареная курица, каурдак и, конечно, бешпармак. А еще чебуреки, пельмени, котлеты и шашлык. Без этих блюд в Казахстане не обходятся не только праздничные застолья, но и будничные обеды. Однако врачи уже давно предупреждают – традиции традициями, а здоровье дороже. Подтверждение тому – неутешительная статистика. По последним данным, в среднем казахстанцы живут 72 года. При этом максимальная продолжительность жизни зафиксирована традиционно в Астане и Алматы. Также в списке долгожителей – граждане из южных и западных областей республики. А вот северяне этот рейтинг замыкают. Здесь средний возраст ухода из жизни – около 68 лет. Северный регион предполагает немножко другой образ жизни, чем на юге. Это и специфичное питание, это и где-то возможно употребление больше продуктов питания, которые более бедны организму. Это мы и мясо больше едим в том плане, и алкоголь мы больше употребляем, чем на юге. Отсутствие умеренности параллельно с низкой рождаемостью и сокращает северянам жизнь, уверены чиновники. По статистике, каждый житель Казахстана в среднем съедает около 63 килограммов мяса в год. При этом чаще соотечественники предпочитают говядину. На душу населения потребляется до 25 килограммов в год. Далее, в порядке убывания по популярности, идут мясо птицы, баранина, конина. В целом, по уровню потребления мяса среди стран СНГ, казахстанцы уверенно занимают второе место после белорусов. Впрочем, такой рацион, утверждают врачи-диетологи, вполне оправдан. Климатические условия обязывают. Правда, медики советуют все-таки соблюдать умеренность. 70 грамм в день – необходимый белок для нашего региона, потому что мы не живем при солнце, при пальмах, и у нас резко континентальный климат. Это нужно на иммунную систему, на формирование организма молодого и даже для пожилых, для того, чтобы у них не было другого заболевания. Похоже, толк в том, как правильно выстроить рацион, знают и в Актюбинске. Именно в этом регионе продолжительность жизни – одна из самых высоких в стране. Много мяса есть нельзя, особенно летом. Конечно, лучше побольше овощей, чтобы витаминами набраться. А зимой можно есть мясо, конечно, но тоже не каждый день, естественно. Меньше надо кушать мясо. Чем меньше, тем лучше. Вот, например, бульон, легкий бульон, и все. Наталья Королева, Эльмира Ержанова, Асылхан Бекенов, Евгений Баярчук, Информбюро, 31 канал.